Вы на канале MyChoose, меня зовут Макс, я звукорежиссер, музыкант и если вы нажали на этот ролик, скорее всего у вас стоит дилемма как построить студию звукозапись, либо как усовершенствовать ту, которая у вас есть. Мы говорим про домашнюю студию, я уже 5 лет работаю у себя дома, построил здесь небольшую продакшн студию и хочу поделиться своим опытом именно с вами. Сейчас мы поговорим о важных вещах, которых стоит покупать, на которые стоит обращать внимание и которые вторичны. Перед началом подпишитесь на канал обязательно, поставьте лайкосик и мы начинаем. Если вы подумали, что изначально я буду говорить про звуковую карту, про микрофон или выбор компьютера, то это не так. Первоначальное это подготовка помещения, акустическое оформление вашей студии. Если у вас есть бюджет, то конечно же нанимайте инженера акустика, нанимайте хорошую компанию, которая сделает вам замеры, которая построит комнату в комнате с плавающим полом и так далее. Но в большинстве случаев все не так. У нас либо бюджет ограничен, либо его вообще нет. Когда бюджет ограничен, мы сразу бежим и пишем акустический поролон, покупаем вот эти поролоновые пирамидки, которые вообще никак не влияют на акустическое оформление комнаты и полагаем, что это будет достаточно. Таким типом был и я когда-то, но постепенно я эволюционировал из инфузории в туфельки в более-менее адекватного человека и понял, что поролон не работает. Самый бюджетный вариант, что можно сделать, это сделать акустические панели, которые стоят у меня сзади. Это минеральная вата в деревянном каркасе, которую я сделал самостоятельно, обернул это еще дело все спанбондом и перешил еще зеленой тканью. Спанбонд необходим для того, чтобы мы не дышали той пылью, которая выделяет минеральная вата. Не, ну конечно, если вы хотите умереть от разлагающихся легких в 40 лет, то пожалуйста, можете не обворачивать, но думаю, таких будет мало. Эти панели стоит ставить в тех местах, где вы будете работать, то есть возле вашего рабочего места, где будут стоять мониторы, где будет проводиться запись на микрофон. То есть та часть комнаты, где будут происходить как раз такие акустические все дела. В идеале обработать полностью все помещение, то есть сделать панели не только в том рабочем месте, но еще и в дальних краях комнаты. Но если такой возможности нет, то хотя бы облагородьте свое рабочее пространство. На эту тематику у меня выйдет более подробный видосик, а может быть он уже вышел. Но главное помнить, акустическое оформление это самое важное в студии, не важно домашнее, либо же полноразмерной, крупной. Перед тем, как мы разобрались с нашей комнатой, мы выбираем ту систему, на которой будем работать, Mac, либо Windows. Я ПК-боярин, я работаю на Винде, у меня никогда не было Mac, но я ничего против Mac не имею. Но стоит выбирать именно те Mac-буки, либо же стационарные Mac-овские устройства, которые идут на процессорах M1, M2 и больше. Что касаемо Винды, у меня есть и ноутбук, есть и стационарный компьютер, но я все-таки предпочитаю стационарный комп. У меня стоит Intel Core i5 13-го поколения, его хватает с головой для крупных проектов. Ноутбуки, которые на Винде, в них в основном процессора стоят урезанные, они маломощные и не раскрываются полностью так, как десктопные процессоры. Поэтому, если вам нужна мощь, вы хотите делать крупные аранжировки, крупные проекты сводить, вам 100% нужен стационарный комп. После выбора компьютера, конечно же, стоит вопрос выбора DAW, в котором мы будем работать, секвенсера. Pro Tools, Cubase, Studio One, FL Studio, Ableton, неважно в какой программе вы будете работать, они звучат все нейтрально и одинаково. Не нужно читать те форумы и надеяться на мнение людей, которые говорят, Cubase звучит вот как надо, вот Pro Tools звучит обалденно, FL звучит плохо, не надо на ней работать. Это все бредни собачьи, звучат ваши руки и ваши уши. А DAW отличаются лишь визуально, какими-то своими фишками, особенностями. Например, я пишу музыку в FL Studio, потому что в ней до сих пор мне удобнее работать при написании музыки. А свожу и мастерю я в Studio One, потому что там есть такие приборы и такие возможности, которые нет в FL. Программу подбирайте, которая нравится вам, в которой вам приятно будет работать. Пробуйте все, которые имеются, выбирайте та, которая вам будет более ближе по дизайну и которая вам больше понравится. Ну и, конечно же, изучайте свою программу на все 100%, чтобы вы были не ограничены в возможностях. Мы с вами уже выбрали, в чем будем работать, на каком секвенсоре, мы уже подготовили с вами комнату и теперь дело идет к звуковой карте. Если вы планируете записывать только себя, либо же друга, который пришел, либо каких-то клиентов, скажем так, вам будет достаточно даже одноканальной звуковой карты. Например, Audient ID.4 Mark II. Если же вы планируете записывать какие-то бенды, какие-то инструменты, возможно, многоканальную запись, тогда вам стоит обращать внимание на двухканальные, либо более карты. Например, та же Audient ID.14, либо же U.A. от Volt 2, AudioFuse от Arturia, ну или в моем случае это Antilope Zen Go. Карты отличаются своими конверторами, своими преампами, качествами этих приборов, выходами на наушники, THD и много других цифр, которые для вас станут пока непонятны. Чтобы эту неизвестность развеять, у меня есть видосик по ссылочке в описании, как выбрать звуковую карту. И там я рассказываю о том, на какие параметры стоит обращать при выборе звуковой карты. Если вы его посмотрите, вы будете 100% уверены, что вам нужно выбирать. Из своего опыта я советую Audient, U.A. от Volt, Antilope Zen Go и Arturia AudioFuse. После выбора звуковой карты у нас стоит вопрос мониторинга, через что мы будем слушать нашу музыку, которую мы создаем. Студийные мониторы стоит покупать в том случае, если ваше помещение подготовлено, вы его акустически хоть минимально обработали, у вас нет много отражений в комнате. Тогда мониторы с большей вероятностью будут воспроизводить именно то, что нужно. У меня было много мониторов, как и бюджетных, такие как JBL-LSR35, KRK Rocket, KRK VXT. Эти мониторы вообще называют в кругах звукорежиссеров вообще Hi-Fi акустикой. И отчасти это правда. Но все же, эти колонки будут намного лучше, чем те же какие-то микролабы, либо Sven. Для мониторов очень важно положение в комнате, где они будут стоять и на чем они будут стоять. Нужно правильно все замерить. Если у вас есть знакомый или друг, который имеет еще измерительный микрофон и умеет им пользоваться, пригласите его к себе в комнату. Поставьте монитор, где вы будете работать и сделайте замеры. Двигайте их по комнате. Важно ставить их на одном уровне. Можно соблюдать еще правила равностороннего треугольника, то есть sweet spot и равносторонний треугольник между мониторами и вами. В моем случае мои Dinaudio стоят еще на кастомных стойках, которые сделаны из песка, точнее из MDF, в которые засыпан песок для того, чтобы они были тяжелые. Мониторы я выставлял, двигал по комнате для того, чтобы получить максимально ровную картинку по АЧХ. В данный момент это плюс-минус 4 дБ. Если ваша комната абсолютно не подготовлена, стоит обратить внимание не на покупку мониторов, а на покупку просто хороших дорогих наушников. Например, Neumann DH20. Если есть деньги, можете брать еще Sennheiser 800 линейки. Можно обратить внимание на более бюджетные модели, это Bayera 990, хотя не советую, но можно. Или, например, AKG-шки K712, которые у меня лежат на столе. В общем, наушники, которые будут дорогие по классу, в них будет более детально звучание, они будут более ровнее. То есть тот инструмент, который поможет вам отбалансить ваш микс, хотя бы сделать хорошую оптимальную демочку. Если вы планируете еще и записываться, тогда стоит обращать внимание на закрытые модели. Neumann DH20, аудиотехника M50X, мои любимые, либо же Bayera 770. Если вы планируете только писать музыку, лучше обращать внимание на открытые модели. Bayera 990, который я уже упомянул, 712 AKG-шки, либо же Sennheiser 600 линейки или 800-й, то есть с открытым акустическим оформлением. Такие наушники более правдоподобные, более натуральные и ровнее. В моем случае у меня есть как и мониторы две пары, так и куча наушников, в которых я могу еще мониториться. Чем больше мониторинга, тем больше вероятность того, что вы угадаете с транслируемостью вашего микса. То есть прослушивать на каждой модельке, чтобы какие-то мелочи подправлять, чтобы звучало примерно везде одинаково. Следующим по выбору будет идти как раз таки микрофон. На что мы будем записывать наш материал. Если ваша комната абсолютно не подготовлена, пустые стены, стоит обращать внимание не на конденсаторные микрофоны, а на динамические. Такие как Shure SM7B, Shure 57, либо 58. Такие микрофоны менее чувствительные, и они будут захватывать больше ваш голос, нежели отражение вашей комнаты. И тогда ваш сигнал будет получаться более чистым и более читаемым в миксе. Если ваша комната подготовлена, вы более-менее уверены в том, что нет больших отражений, нет никакого-то гундежа вашей комнаты, тогда можете обращать внимание на конденсаторные микрофоны. Эти микрофоны более детальные, они звучат более натурально, открытие у них по АЧХ, они захватывают намного больше, чем динамика. Такие микрофоны вы чаще всего видели в студиях звукозаписи. Среди бюджетных моделей можно взять на первое время, как первый микрофон, например, тот же Rodente 1A, либо же SE 2200. Чуть подороже модельки, как у меня, есть Liud 440, либо же Antilope Edge Solo, который сейчас пишет меня, моделирующий микрофон. Ну и из дорогих, которые я, например, тестил, это можно взять Liud 640, либо же Liud 840 ламповый. Тут уже стоит обращать внимание на бюджет и на ваши возможности. Стоит обратить внимание еще на разные диаграммы направленности в конденсаторных микрофонах, на их краску. Все микрофоны имеют еще свой характерный окрас, некоторые стараются быть более нейтральны, некоторые стараются быть более пузатие посрединке, другие, наоборот, песочат, например, как Sony C800. Я собрал для вас топ студийных микрофонов, которые я тестил, либо с которыми я имел дело как бы работать. Ссылочка будет в описании, там есть много моделей, можете перейти, посмотреть и послушать примеры записи. Микрофон лучше подбирать, если вы для себя его берете, прийти, попеть в него, послушать, как вы с ним звучите, потому что вы можете, например, с теми или другими микрофонами звучать по-разному, и брать именно тот, в который вы будете звучать более натурально и естественно. Если вы берете универсальный микрофон для записи клиентов, разных людей, тогда стоит брать более универсальные решения. Например, в моем случае справляется Edge Solo. Все, что я перечислил, это самое основное для того, чтобы мы могли заниматься звукозаписью, либо же написанием музыки. Все остальные устройства, такие как MIDI-клавиатуры, MIDI-контроллеры, это все вспомогательные вещи периферийные, которые стоит докупать в том случае, если есть необходимость. Изначально вкладывать свой первый бюджет в это не стоит. Но, естественно, если вы битмейкер и будете писать музыку, вам обязательно нужно купить MIDI-клавиатуру. Но если вы планируете записывать себя в микрофон, под биточки, сводить себя хоть как-то демочки, тогда MIDI-клавиатурам вообще не нужно. Покупайте именно то, что вам необходимо. Лучше сэкономить на MIDI-клавиатуре и вложить эти сэкономленные деньги, например, в микрофон. То есть доложить и купить получше, чем тот, который вы планируете. Ну и примеры в подобном характере. Так как я больше музыкант, чем вокалист, у меня здесь есть MIDI-клавиатуры и гитары, потому что я пишу аранжировки, и мне этот инструментарий необходим. Был бы я вокалистом, скорее всего этого бы не было. У меня был бы просто дорогущий микрофон. Ну и теперь пройдем к лайфхакам. Это даже не лайфхаки, это скорее всего правило. Во-первых, пожалуйста, работайте в освещенном хорошо помещении. Забудьте про вот эти RGB-ленты. И хоть они у меня имеются, они светятся, но я чаще всего использую открытое окно сзади себя, либо же большую лампу на потолке. Потому что большое количество света, во-первых, дает возможность не садить зрение так сильно, и во-вторых, влияет на ваше настроение и настрой на работу. В моем случае, когда я работал в темном помещении, завешанном RGB-лентой, мне всегда хотелось спать. У меня всегда было настроение такое вяло, не хотелось работать. Когда я этот вопрос решил, то сразу тонизируется организм, и хочется работать и продуктивничать, продуктивничать и продуктивничать. Второй момент. Удобное кресло, удобное стуло. Сзади я его убрал. В общем, удобное кресло, которое будет поддерживать вашу спину, поддерживать вашу поясницу, так сказать, пятую точку, чтобы ноги не затекали и так дальше. Потому что вы будете проводить огромное количество времени сидя. И если это будет какой-то стульчик с кухни, то поверьте, вы скоро согнетесь и умрете. А если будет хорошее кресло, удобное, мягкое, комфортное для вас, вы будете часы напролет проводить с кайфом время за компом. Третий момент. Это вентиляция. Не закрывайтесь в каких-то конурах, не закрывайтесь в каких-то подвалах. Делайте так, чтобы был постоянный приток свежего воздуха. Открывайте окно, открывайте двери. Если у вас есть кондиционер с возможностью вентиляции, включайте его, постоянно с ним работайте. Если вы будете работать в закрытом пространстве, еще плохо освещенным, скоро вы превратитесь в какого-то скуфа и, в общем, не в понятное существо. Об этом тоже стоит помнить. Четвертый лайфхак. Не работайте ночью, пацаны. Не работайте ночью. Если вы пока молодой, там вам 20 лет, и когда вы будете старше становиться, ваш организм не будет так сильно переносить уже бессонные ночи, которые под кайфом вы делаете, какие-то приколы. Поверьте, работайте днем, спите хорошо, высыпайтесь. Не нужно ложиться в 3 часа ночи, ставить себе будильник на 9 утра и думать, что у вас день будет вот такой вот продуктивный, и вы будете все делать. Нет. Настроение будет фуфло, вы будете сам как жопа пожеванный. Поверьте, это из своего опыта. Последняя неделя у меня, кстати, так и проходит, потому что у меня дедлайны горят, и я, блин, в сонном состоянии даже видос для вас записываю. Высыпайтесь и будьте всегда в тонусе. Пятый и очень важный момент. Никогда не закрывайтесь один. Находите людей, которые на вашей волне. Находите знакомства в вашей отрасли. Коннектитесь с кем-то, занимайтесь музыкой, не только самостоятельно, но и какие-то коллабы делайте, фиты и так далее. Это нужно для того, чтобы вы не прокрастинировались, чтобы вы не задыхались в своем же каком-то соку, варились. Опыт нужно где-то брать. Его можно брать, конечно же, с видосиков, с ютубчика, с интернета, но лучше его еще черпать от людей вживую. То есть с кем вы работаете, если вы кому-то ходите. Можете даже найти еще какую-нибудь студию у себя в городе и пойти познакомиться. В этом ничего такого нет. Я тоже так делал, и все окей. Это мои хорошие знакомые теперь. И мы работаем иногда даже. Так что не стесняйтесь обзаводиться знакомствами, как в интернете, так и вживую. Это очень поможет вам прогрессировать. И на этой нотке я хочу закончить. Ребят, если вам помог мой ролик, напишите это в комментариях, поставьте лайкосик, подпишитесь на канал. И еще важная информация. Топ студийных наушников, топ студийных мониторов, топ звуковых карт, топ микрофонов. У меня есть по ссылочке в описании. Там я собрал модели, которые тестировал, про которые знаю, с тестами, с подробными обзорами. По ссылочке в описании перейдите, посмотрите, если вы выбираете для себя оборудование. Там я подобрал именно то оборудование, которое действительно работает, и которое неплохое. Не забывайте подписаться на мой второй канал, где я показываю еще различные музыкальные свои проекты. Там есть уже пару видосиков. Я буду стараться туда чаще выпускать какой-то контент. Подписывайтесь, там интересная информация. Ну и, конечно, смотрите мои обзоры на этом канале. Есть много всего интересного. И микрофоны, и звуковые карты, и прочее. Ну а с вами был Макс. Это канал MyChoose. Я желаю вам успехов в постройке вашей студии звукозаписи. Ну и, конечно, хорошей музыки. Всем пока.